Доброе утро, друзья! Снова мы вместе. Сегодня 2 апреля 23 года. День дурака позади. Я успел поизгаляться над теми, кто хочет нас убивать деревья. А впереди разбор десятков и если буду жив, сотен писем. Причем не выбирай какие-то особенные, но у меня, вместо меня какая-то судьба. Какая-то, в общем, происходит что-то, как будто кто-то помогает, управляет этим процессом. Вот перед вами уникальное письмо. Для меня уникальное, подчеркиваю. Не всем оно понравится. Итак, читаем. Доброго здравия, учитель. Да, сразу скажу, зовут этого человека Анор и читаю дальше. Все это интересно, местами забавно. Как закончатся осенние хлопоты, я знакомлюсь сей книгой. Я тоже волей не волей думаю обо всем, что нас окружает. Многое можно бесить с легкостью, если принять, что мысль вроде как материальная. И все мысли где-то записываются. Есть какое-то объемное хранилище в земле, в космосе. Да, есть. Их можно прочесть, только это надо уметь. Многое не поддается моему разуму. Устройство галактики и прочее. Мне тоже не поддается. У меня часто бывает так, что моими действиями кто-то управляет. Видите? Помогает мне правильно выбрать дорогу. И это происходит тогда, когда я перестаю думать логически. Все происходит спонтанно. Когда у меня согласие со всем и со всеми, я начинаю дышать полной грудью. Хочется лететь ввысь. Болезни уходят. Энергия из меня льется рекой. Соседи никак не могут понять, откуда у меня столько силы. Вот я читаю, думаю, смотрю, все совпадает со мной. Вот. Я чувствую присутствие добра. Но есть как и в обратной стороне. Если бы люди жили добром, земля жила бы вечно. По поводу узора на стекле могу добавить, что ваша точка зрения правильно. Такие же узоры есть и на обломках камней. Многие путаются каменевшими древними растениями. У меня во дворе белый щебень из ближайших гор. Моя детвора. Моя детвора системы находят в нем такие же камни. Все это кристалл или каркас определенной конструкции. Я, как и вы, не имею ничего общего со знаниями науки. Да и что такое наука, как нам ее преподносят? На данное время от науки только вред. Наш прогресс идет не по той дорожке. Я согласен. Газзарин гениальное, это самое изобретение. Очень нужен. Вот. Уничтожили десятки тысяч хлор. Газхлор уничтожили десятки тысяч солдат. Вот. Атомная бомба. Гениальное открытие. Ну и так далее. Продолжаю. Как только я начал. А, для меня наука это наблюдение и понимание природы. Как только я начал обращать внимание на все живое вокруг нас, растения, животные, во мне что-то произошло. От меня происходит какая-то добрая волна. Птицы меня перестали бояться. Мышки и жабы на мое присутствие не обращают внимания. Волной копаюсь в саду, на голове кепка с объемным козырьком. Ну кто-то прыгает мне на голову, а потом я вижу. Маханьки, лапки с кагатками на кончике козырька. Маленькие глазки и клювик смотрят из-под кепки на меня. Воробишка. Он еще потом несколько раз так делал. Может любопытно что-то сказать хотел. По-моему все это доказывает существование неосязаемой материи. Конечно подискутировать лучше вживую. В располагающей обстановке без спешки. Без спешки. Пожелания всего доброго. Вам Николай Иванович. Всем хорошая работа. Это была реакция на книгу. Которую мы делали вместе с Курдюмовым. Помни сад, как перехитрить климат. Вот это было. А так как он еще и не читал, то это просто реакция на мои статьи, на мои фильмы. Я могу присоединиться к нему в каком плане. Значит, что-то есть такое, которое еще до конца не осознанно нами. Когда изучают головной мозг, ну как его можно изучить? Можно взять труп. Можно мозг препарировать. Ну что там увидишь, кроме этой массы? Можно электродами утыкать в эту же самую голову и смотреть как реагирует. Да, вспомните, как Сечин умудрился током бил по лапкам этих самых лягушек. А сделали вывод, что у человека нет в результате души одни рефлексы. То есть мы скоты. Вот и все. Причем официально так и говорили, да, мы животные. Вот. А я, допустим, как, смотрите, да, опыт был определенный, но вначале его было немного. И я был такой, это я с Анором как бы соглашаюсь с ним и как бы продолжаю эту мысль. Проходит лет 10-15, как я занимаюсь садом. Я уже уничтожил десяток полезнейших, сильнейших растений. Некоторые сады становились выдающимися тут же. И часть из них я тут же убил своими руками. Вот. А ложусь спать, еще не могу понять, почему это случилось. Все делал по книгам. Отрезал низческоретные ветки, это самое. Заливал водой, шланг кинул. Потом осознание. На какое осознание металлурга? Я ложусь спать. Это моя, так сказать, версия происходящего. Я ложусь спать в 3-4 часа ночи. Я просыпаюсь, сна нету. Во сне перед этим все-таки какие-то образы мелькали. Я сажусь за стол. Передо мной пачка беломора. Причем этот беломор я выкуривал пачку за 2 часа пока. Лихорадочно писал, как будто я не человек, как будто я робот, как будто я... Это же самое... Виртуальная какая-то личность. Вот так, вот так, вот так, вот так. А почвень и так плохой. Я пишу, пишу, пишу. Успеть, успеть. Вот пока в голове держаться, я знаю, что утром я не вспомни ни одного слова. А сейчас вот она истина, вот она. Пишу, 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 пишу. Это продолжается как кошмар час-два. Все исписано, все. Баксик, кончается беломор, кончаются силы. Я отрубаюсь. Спать дальше. Утром я смотрю с ужасом, что разобрать почти невозможно все это. Почти невозможно. Я все-таки свои каракули разбираю, разбираю. То, что я с трудом разобрал, превращаю в статью. И даже не интересуюсь, как будто пять команды получил. Оттуда, оттуда. Я вот туда показываю. Значит, отправить. И отправляю. И, оказывается, меня печатают две газеты красноярские. Пазенда и сады Сибири. Каждая из них подружился с главными редакторами. Каждая из них напечатала примерно 100 статей. Каждая. Вот. Когда я... Заметьте, все делалось в каком-то автомате. Когда я брал в руки газеты. Вначале в руки трясешь от этого. И я читаю свою опыту. Вот чем они хороши. Не исправляли ни одного слова. Это вот эти московские газеты. Они любили поизгаляться. Вот. Над моими статьями. Печатали. Но бывало видят, что Железова что-то тут не все. Значит, брали и исправляли кое-что. Причем профессиональные вещи исправляли. Вот. И... Читаю. Это что, я написал? Это что, я? Вот они все газеты лежат. Все. Их надо разбирать по новости. Ими надо работать. Но уже... Уже нету сил. Уже это самое... Состояние такое. Ну, как бы... Как бы его назвать-то? Заканчивается энергией. И вот... Начинает. А откуда я все это знаю? Да, я копался в саду. Да. Но что надо? Делать все не так. Или подсознание переработало информацию, которую я получил за день. Один вариант. Вот. Ночью произошло осветление. Ночью проснулся. Откуда вот это желание было поделиться? Почему? Все это не проверяю. Отправлял журналы, газеты, а не печатали. Это не только. Это два самых моих любимых издания. По земной саду Сибири. А были еще. Вот. А властные газеты печатали. Белорусские. Потом... Центральные по нескольку напечатали. Причем крупнейшие. Самые крупные. Вот. Я после этого... Подумал. Они говорят, правда там есть библиотека? Какая-то. Раз, вариант. Там, на небе. Вот. Я каким-то образом туда попадаю. И там что-то я беру. В полусне. А потом все это в ажиотаж записываю. Пока помню, что я оттуда принес той библиотеке с небесной. Один вариант. Или... Есть такое слово. Реинкарнация. Мы все когда-то жили. Раньше жили. Я знаю. Вот. Я даже примерно представляю, где я жил. В какой области. Это я. Я выходил из Украины. И мои предки там жили. Я... И скорее всего я тот самый. Раньше там жил. В тех... В этих... Как их называется? Несущностях. Вот. В тех проявлениях. 19 век. По 17 век. Один раз я взял. И... Меня родители. Десятилетним мальчиком. Повезли. В город. То ли... Кажется Владимир Волынский. Кажется. 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 Где свет был. Я иду. Иду. По городу. А я и знаю этот город. Иду по знакомым улицам. Это было... Я никому ничего не сказал. Для меня это было такое откровение. То есть. Реинкарнация для меня существует. Ну тогда получается. Что был какой-то опыт еще и предков. Раз. Может быть. Сознаводом был. А может быть. Когда я сплю. Если такое понятие. Быстрый сон. Это когда я точно знаю. Что. В это время происходит особое явление там. В мозгу. Не у всех. Но у многих. Не все это осознают. Внешнее проявление. Во время сна. Какое-то самое. Зрачки поворачиваются туда внутрь. Вот. Глаза делают вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Только смотрят внутрь. Вот так вот так. Дальше. Полное отключение. Если в этот момент человеку подключают. Эти самые электроды. То. Самописцы пишут. Дикое. Чаще вот такое вот такое. Так вот. Что это происходит. Ученые в принципе не знают. Сказать. Что это. Общение с тем миром. Они не могут. Им это запрещено. Получается. Что. Попали в другую. Это самое. Выходит за рамки. Современной науки. Что. Мы когда-то из грязной лужи. Там несколько молекул слиплось. Получился. Это. Получился. Получился. Начиная. Вот. С этого поры. До сих пор. И в конце концов. Человек появился. От этого. От этого. Тогда это получается. Все неправда. Понимаете. И тогда получается. В целом. Что. Если. Этот вариант брать. Как общение. Как. Прорыв. Туда. Или наоборот. Оттуда. Сюда. Кто-то со мной. Общается. Только. Я. Этого. Не. Осознаю. А информацию. Получаю. Вот. То. Что. Вы рассказали. Про. Ромыша. Который. Не боится. И. Который. И. Что. Добрая. Это. Полное. Оединение. С природой. Вот. Как. Вы. Написали. Я. Не мог. Пройти. Мимо. Это. Письма. Но. Я. 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 И не случайно И значит кто-то меня этого научил Меня металлург Да, ты что-то Ты металлург, куда ты суешься Да, металлург Но если я знаю, умею то, чего не знают Многие ученые люди А это действительно так Если это получено свыше Значит мир гораздо серьезнее Мир гораздо сложнее Может быть он даже не доступен нашему пониманию Но даже то, что мы видим То, что это реально Вот это все Это должно Надоумить, остановить Вы понимаете Что в таком мире мы живем Когда любой козырь В любой случае Надо рассказать Показать Доказать И тогда мир станет лучше До свидания, друзья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok